В эти минуты в Алтайском госуниверситете стартовал всероссийский конкурс студенческих научных обществ и конструкторских бюро. Участники представят свои новейшие разработки, программы на антиплагиат, приложения для управления авиаконструкциями и многое другое. И на месте сейчас работает мой коллега Дмитрий Будков. Дмитрий, какие научные достижения сегодня покажут на площадках конкурса? Да, здравствуйте коллеги. Сегодня в опорном университете России, Алтайском государственном университете, стартовал всероссийский конкурс студенческих научных обществ и конструкторских бюро. Уже третий по счету. Очень обширная география Москва, Дальний Восток, Калининград и другие регионы страны. Как отмечают сами организаторы, было заявлено более 80 заявок от научных сообществ и более 200 заявок индивидуальных. Но из них эксперты выбрали только 67, самые лучшие работы. И сегодня эти лучшие работы поборются за звание, как говорится, лучшего на этом конкурсе. И рядом со мной стоит один из представителей и участников этого конкурса, Александр Чекунов, студент Рудуэн. И он расскажет, какую сегодня представит разработку. Здравствуйте, Александр. Расскажите о том, что вы представите, какую разработку сегодня на конкурсе. Ну, в общем, разработка заключается в том, суть разработки, в том, что СКБ очень сложно выявить заинтересованных специалистов, студентов в определенных сферах. И как бы задействовать их в одном направлении, то есть собрать как можно больше разных направлений в одну целую идею, цельную. И работать над ней на протяжении, допустим, какого-то времени. И суть разработки заключается в том, что это будет платформа, в которую студенты, начиная с первого курса, будут загружать свои курсовые работы, потом уже дипломные. С целью, чтобы это все хранилось в базе и проходило уже на самом сайте систему строгого антиплагиата. То есть, таким образом, преподаватели, они будут уже сразу получать проверенные работы и уже проверять их на правильность выполнения, вставлять оценки или, допустим, корректировать их вместе со студентами. Таким образом, база будет постепенно расти и студенты уже на протяжении своего обучения, они будут выставлять свои какие-то новые идеи, новые концепции. И уже, допустим, если кому-то интересно с разных направлений, они будут подключаться именно к этой идее на стадии разработки. И уже дальше вместе с командой работать над этим проектом.